И не наоборот. Всего зону СВО отправят четыре машины с различным грузом. Сбором, доставкой и сопровождением груза занялись альметьевские пограничники запаса. Для Сергея Явлеева эта поездка в зону СВО станет третьей. Он рассказывает, что военнослужащие там всегда очень рады увидеть знакомые лица. Это поднимает их боевой дух. Бодрые, при боевом духе. Как бы все в отличном настроении. Ни у кого там ничего не сломлено. Но они молодцы. А вообще герои, можно сказать, что там держатся. Плечом к плечу друг другу стоят. Большая доля гуманитарной отправки – посылки, которые собирали в кафе «Ассоль» и поселом района. В них лекарства, теплые вещи, продукты. Особенно ценная часть груза – тепловизоры и аккумуляторы к ним. Все собрали в штабе организации застава. А пограничники накануне выезда встретились на собрании. Сначала приняли в заставу новых участников. Затем обсудили детали поездки. Все пограничники, как один, поддерживают бойцов СВО. Совместными усилиями они собрали первый груз в декабре прошлого года. Предложил ребятам гуманитаркой заняться. Все ребята подхватили идею. И был создан приказ. И в течение меньше месяца мы собрали гуманитарку. С тем грузом выехали в конце декабря. И к Новому году доставили посылки солдатам. Потом была еще одна поездка в Луганскую область. Сергей узнал у солдат, что им нужно в первую очередь. Передал список волонтерам. Часть закупили и сами пограничники. Например, бензопилы, рации, шуруповерты. Тщательная погрузка и автомобили отправляются в путь. А это видео сделано уже после доставки. Огромное спасибо, что довезли все с охранности. Как и говорили, как обещали. Все супер, все отлично. Большое спасибо тем, кто принимал какое-то участие. Слов нет. Одно спасибо. Пограничники еще не успели вернуться, а волонтеры начали сбор новой партии гуманитарного груза. Следующая отправка по плану ориентировочно состоится через полтора месяца.